Члены совета директоров крупнейшего российского оператора мобильной связи в МПЛКОМ, торговая марка Билайн, получают в полтора раза меньше своих основных конкурентов, директоров МТС. Если почитать сумму всех вознаграждений, которые полагаются членам совета директоров МПЛКОМ, то оказывается, что компания ежегодно платит им до миллиона триста тысяч долларов. Основной конкурент в МПЛКОМ и компании МТС более щедрый в своих вознаграждениях. Ссылка. Каждый член совета директоров МТС получает по 250 тысяч долларов в год, а председатель совета 275. Руководители комитетов по 75 тысяч долларов ежегодно. Получается, МТС тратит на вознаграждение почти в два раза больше, чем в МПЛКОМ – 2 миллиона 150 тысяч долларов. Из отчета МПЛКОМа за 2006 год стало известно, что независимые члены его совета директоров ежегодно получают вознаграждение в 100 тысяч долларов, а директора, которые номинированы его акционерами, получают по 40 тысяч долларов. Также и тем, и другим акционерам полагается ежегодный бонус. Мнение аналитиков. Специалисты отмечают, что выплаты директорам российских операторов мобильной связи вполне сопоставимы с суммами, получаемыми в сырьевой отрасли, которая, как известно, приносит больше всего доходов. Так, например, независимые директора Роснефти получают в среднем по 200 тысяч долларов в год. Напомню, что независимые директора МПЛКОМа получают 100 тысяч ежегодно, а директора МТС получают 250 тысяч. Продолжение следует...